Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу С нами сегодня музыкант, лидер группы Моральный кодекс Сергей Мазаев Сергей Владимирович, здравствуйте Здравствуйте, друзья Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните, задавайте свои вопросы Если вы сживете за пределами Латвии Код плюс 371 Напишите в WhatsApp 2306191 Вот до эфира, буквально за полчаса Вы как раз сказали мне о том Что заканчиваете репетицию на Кларнете Как идут дела у вашего коллектива? Квинтет, насколько я помню Неплохо, вроде неплохо Выпустили недавно пластинку Картинки с выставки Мусоргского Можете ее посмотреть В iTunes уже есть На второй рейбом Вы ведь с симфоническим оркестром Также выступали Тоже не так давно Нет, не так Нет, это было Да, с симфоническим оркестром Я участвовал в премьере В оперном спектакле Играл роль Сталина Новая опера поставлена По идее Павла Коплевича Называется «Рабочий колхозец» Очень очаровательная история о любви Да, опера Буффа Да Ну вот и как раз с Илзой Леповой Вместе были на сцене Илзой Леповой, да, участвовала В октябре своем Известный ее номер очень был Мужчина и женщина Но это был ваш оперный дебют В роли Сталина Да Осполняя его партию Как вы оцениваете свой Ну, на четыре Почему? Могнуть Ну, переволновался Не хватило опыта Оперного Потому что у меня его совсем нет Вот И я волновался Я, в общем, там Ну, там сложнее просто Чем в такой эстрадной музыке Ну, на роль Сталина Легко согласились? А? На роль Сталина Легко согласились? На исполнение этой партии? Ну, кто же не согласился На роль Сталина? Вы все-таки попытались Как-то полюбить своего персонажа Когда работали над образом? Ну, вы знаете Своего персонажа я люблю всегда Но Сталина полюбить невозможно Потому что, во-первых Ну, как вам сказать О его личных человеческих качествах Практически ничего не известно вообще Никто никогда ничего не говорил А то, что сотворил Все-таки произошло Под руководством Сталина Об этом, конечно Сами понимаете А как вы работали над этим? Как это возможно полюбить? Как вы работали над этим образом? Нет смысла говорить об этом Это сказка Сказочные персонажи И так далее Ну, он представлен Как раз как исторический персонаж По крайней мере, как говорил автор Я не рассматриваю Нет Как исторического персонажа Лучше вам обратиться К Марку Солонину Или к Суворову Одни вам лучше расскажут Я говорю о том, что в опере Он представлен как исторический персонаж О чем говорил как раз И автор, и продюсер Ну, конечно Конечно Там просто показана Как бы, ну Графически Как бы так очерчена Эпоха Сталин, Гитлер, Пикассо Марлен Дитрикс Там такие действующие персонажи То есть это нельзя Рассматривать Буквально с каким-то там Подтекстом У нас звонок Радиослушатель на линии Здравствуйте Как вас зовут? Да, слушаю Добрый день Меня зовут Деги В 2001 году мне довелось побывать На национальной Intel интернет премии Причем дважды То есть я, как иногородний Приехал очень рано И присутствовал на телевизионной части Когда всю эту шоу-часть Снимали на телевидении И там очень старались Артисты Там Марина Хлебникова была И там клоуны какие-то И даже лошадь И группа Моральный кодекс Тоже была на сцене И все было красиво А потом была уже часть Непосредственно вручения Для людей в зале сидевших Уже телевидение снимало Скорее эмоции Нежели то, что происходило на сцене И там у клоунов У жонглеров падали их Как они называются Эти булавые Там, не знаю Хлебникова не попадала в ноту С микрофоном И пардон, лошадь даже накакала на сцене Но только группа Моральный кодекс Выступила точно так же качественно Как и для телевидения И вот просто сейчас Хотел воспользоваться этим моментом Сказать вам огромное спасибо За ваш профессионализм Спасибо Спасибо большое Это очень приятно слышать Заняйте нам 672 12 93 9 И 672 13 93 9 Телефона прямого эфира в нашей студии Продолжая разговор об опере Опера она фантастическая Насколько я поняла И метафорическая все-таки И все-таки это Это комедия То есть опера буфа Вот такие ключевые фигуры эпохи Все-таки Как Сталин и Гитлер Такие контрастные В плане восприятия Для некоторых Могут ли они быть представлены В шуточной форме И гармонично представлены И существовать Конечно Конечно Но первым это сделал Еще Чарли Чаплин Во время войны Когда снялся в роли Гитлера Комичного Это все Нет На самом деле Художники могут И должны Все это как раз Рассматривать Под призмой критики И каждый художник Видит что-то свое И собственно По-своему Все это изображает Но ответ Общество в России Сегодня готово К тому Чтобы воспринимать Эти фигуры Эти исторические события Ну через призму юмора Кто как Конечно Кто как Ну через призму юмора Вообще без самоиронии Ничего нельзя воспринимать Надо воспринимать С легкой иронией Потому что Во-первых Это уже история Вот Но к сожалению История такая Пока закрытая Вот Хотя Очень много всего Уже Уже все известно Из открытых источников Что это такое Было Ну фильм Бесславные ублюдки Который снял Тарантино Где он Иронизирует И в общем Там даже Гротескно Показывают Историю Да да Пожалуйста Ну например Да И тоже Ироничного Но у нас Там нет Никакой грязи В спектаре Там просто Взяты Образы Персонажи Эпохи И История Всяка Заключалась В том Что Памятник При постановке Во Франции Ожил Но они Ожили И они Могли перемещаться И гулять по Парижу Там Но только Один час Но они Опоздали И по условиям Они застыли Навечно Вот такое Опоздали На место Разначный кроп И тыква Корея превратилась В тыква Помните Это все Похожие вещи Да Действительно Их создательница Вера Мухина Она им разрешает Сойти С постамента Полюбить друг друга Узнать этот мир История Это на первом плане Такая большая история Любви Скульптуры Но говоря Об идеологической Составляющей Все-таки Насколько она Сегодня имеет Большое значение В искусстве В целом Ну Это зависит от того Насколько Художник Преподнесет Эту Идеологический Взгляд На То что Ну На сюжет Скажем У нас Идеологизировано Было мало Там Шуточное Отношение Авторов Этим персонажем Конечно Гитлер Тоже показан Очень комично Георгий Потрясающий Артист Сыграл его В общем Ну То есть Надо конечно Смотреть Спектакль Надеюсь Что может быть В Риму Приедет Когда-нибудь Но вы Реально Довольный Публики Публики Очень довольны Спектакль Красивая Замечательная Музыка Спектакль Слушается Очень легко Были мои Знакомые Люди Достаточно Неискушенные И неподготовленные К классической Академической Музыке И они все Ушли довольны Все В общем Даже не было Желания Ни у кого Уйти Раньше У нас звонок Да Слушаем вас Здравствуйте Добрый день Есть такая Поговорка Человечество Смеясь Расстается Со своим Прошлым Это просто К слову А я хотела Пожелать Сергею Мазаеву Дальнейших Успехов Он мне всегда Нравился И нравится И пусть не Останавливается Достигнутом Разных ролей Разных песен Очень желаю Ему И петь И здоровья И счастья Спасибо Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое Звоните нам 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Лидер Группы Моральный кодекс Музыкант Сергей Мазаев С нами На прямой связи И вот Как раз Автор идеи Оперы И продюсер Павел Коплевич Он как раз говорил О том Что эта опера Она так или иначе Повествует О взаимоотношениях Власти и человека Вот что касается Как раз Тих взаимоотношений Власти и общества В России Вот насколько На ваш взгляд Сегодня Они могут слышать Друг друга Власти и общества Ну это сложный вопрос Дело в том Что у нас вообще Специфическое отношение Власти и населения Уже в течение Ну целых тысячи лет Наверное Естественно Население В общем Находится в угнетенном состоянии По отношению Со стороны власти И Степень этого угнетения Просто в разные Глина была разной Сейчас наиболее Мелкое Сейчас экономическое угнетение Сейчас у нас очень много Бедных людей В стране К сожалению То есть Очень странный Пардов Люди имеющие работу Которые ходят на работу Получают зарплату И они нищие Знаете С этими зарплатами Это конечно Странная очень ситуация То есть Нет В разных странах К которым мы себя Причисляем Конечно Такого ситуации нет Если человек нашел работу Если он получает деньги То он живет достойно А у нас Есть такие зарплаты Особенно в регионах Что Говорить об этом Просто невозможно Можно ли говорить О менталитете И вообще Насколько справедливое Рассуждение О том Что у каждого народа Свой менталитет И соответственно То что народ заслуживает Он и получает В виде своей власти Я думаю Что это спекуляция По поводу менталитетов Все люди Во всех странах Всегда хотели Жить хорошо И в достатке Хотели Чтобы дети Были счастливы Сыты И имели Перспективу Учебы Там Развитие Понимаете Это для всех людей Независимо от национальности Народности Там Понимаете Люди хотят жить хорошо Это Это для тех Одинаково По моему А разговоры Об отдельных менталитетах Ну конечно Есть Твоя специфика Всех национальностей Это связано Скорее всего С природной зоной Где Все это происходило Где Эволюционировала Данная народность И соответственно Ей Обычай Соответственно Урожайности Почвы Или там Исутствие Или отсутствие В море У вас например Прибалтика У вас Очень высокая культура Рыбного хозяйства У вас всегда была Таким Серьезным продуктом питания В России Конечно Меньше Значительно Потому что Рейки Ну и так далее То есть Менталитет Везде одинаковый Народом Не окажется У меня много Друзей В разных странах В Латвии В том числе Вы сказали О феномене Работающих Бедных И в то же время Вот в чем На ваш взгляд Причины Бедности Такого большого Куртокальной Конечно Причины Чудовищной Конечно Некомпетенции Жадности И Так сказать Случайности Нахождения На своих должностях У чиновников Наших У нас Невероятно Раздута Вообще Чиновничья Каста Вся Со страшной силой И у нее отношения Людям Как у У У У У надзирателей С заключенными Знаете Вот какое-то Такое Покажется Наша страна Вообще Застыла Между казармой И Камерой И не могут Определиться То ли они Блатные То ли они Менты Ну Получается Гигантское Количество Случайных Людей В силовых Структурах Которые Видите Сейчас Много Да Сергей Владимирович Слышите ли вы Нас Вы почему-то Зависли Вот вы Сейчас Слышу Да Слышу Когда вы Сказали О коррупции Я вас слышу Зависли Почему-то Ну Там видно Какие-то Есть Знаете В компьютерах В этих Трансляционных Какие-то Специальные Штуки Которые При словах При этих Коррупции Существует Везде Понимаете Просто степенью Разная К сожалению Я надеюсь У нас на самом деле Есть такая туденция Что происходит Какая-то Зачистка Потихонечку И я надеюсь Что все-таки Какой-то Более благоприятный Флор Для бизнеса Или экономики У нас В стране Возникнут Через год Это два Потому что От этого Никому нехорошо У нас Еще Звонок Здравствуйте Как вас Завод Добрый день Александр Да Александр Вопрос Такой То что Все Жить Хотят Хорошо Это Понятно Но Должны Быть Все-таки Какие-то Принципы Вот я наблюдаю За артистами У них Совершенно Никаких Принципов Нет Танцуют Так сказать Перед Ельцином Танцевали Перед Путиным Танцевали А потом Говорят Почему Вот такая власть Вот перед тем Вы танцуете Спасибо Спасибо Да Я танцевал И перед Ельцином И перед Путиным Танцевал Я не танцую Я пою Это моя работа Вы знаете И Вот Я ездил Дважды На гастрое Крым С кларнетом Мы играли С Игорем Федоровым Таким известным Кларнетистом Концертной программы Классические И после этого Меня записали В сайт Миротворец Что я враг Украины Понимаете Ну что я здесь скажу Перед кем Я буду играть Перед всеми Кто заплатит Скажу вам так Потому что Это моя работа И Политические убеждения Людей Меня мало Интересуют В зале Понимаете Вот реально Потому что Они все равно Они могут меняться Ваку Эти политические убеждения А потом люди Будут заблуждаться У меня есть свои Убеждения Что 10 долларов Это точно Больше чем 5 долларов Понимаете Это я думаю Факт неоспоримый Поэтому мне платят Деньги коммунисты Или беспартийные И я естественно Если они не выполняют Мои коммерческие условия Мы играем концерт И люди радуются Но у вас есть красные линии То есть Те для кого Вы никогда не будете играть Какой-то причине Ну я тем не думал У меня не было такой ситуации Чтобы Ну конечно А я не знаю Перед кем Такой просто ситуации Категорически не существует По-моему Вот например Есть артисты Которые говорят Что мы не будем играть Перед ворами в законе Ну например Я играл перед ворами в законе И в законе их на лбу Это не написано Понимаете Сейчас в зале люди Прилично одеты И они заплатили за свои билеты В законе этот вор Или вне закона этот вор Понимаете Меня не волнует Абсолютно У нас песня есть даже такая Темные реки Высокие горы По улице бродят поэты и вор У нас сейчас там наделится На поэтов и на воров Ну вообще Весь мир Ну многие рэп-исполнители Сегодня становятся участниками Московских акций Протеста Выражают какую-то свою Тем самым Гражданскую позицию Вот насколько вообще Артисту приемлемо С помощью творчества Это делать Мне кажется С помощью творчества Это и надо делать Артист на то И артист Чтобы Художник На то чтобы Посвятил народу своему Помните Вот И как раз Я считаю Что артисты должны Если у них есть Такая гражданская позиция Есть необходимость Обосренное чувство Несправедливости То естественно Они должны делать В своем творчестве Потому что во-первых Эффективнее в сто раз Песня разлетается По всей стране И люди подхватывают И начинают Думать так же Соглашаться Или не соглашаться Ну сами понимаете Но вы следили за Московскими протестами В частности За выступлениями Артистов И реакцией Тех же силовиков На их выступления Нет Я не следил За теми Ни за другими Я считаю Что это абсолютная Ошибка нашей власти Такие меры Это абсолютно Избыточная жестокость То есть Эпоха Избыточного Потребления Понимаете Везде Происходит В том числе Жестокость Тоже избыточная Вот Это тоже пройдет Я думаю Со временем У нас звонок еще Здравствуйте Как вас зовут? Извините Александр Я уточню вопрос Вот Эдит Пиаф Перед фашистами Пела в казино Так сказать Но тоже ее работа Вы бы тоже пели Спасибо Да Пел Наверное Пел бы Нет В той ситуации Я не Эдит Пиаф Мужчина Я скорее всего Убежал бы Фартизаны Наверное Вот Но если бы я оказался На оккупированной территории Я бы наверняка Был Каким-нибудь Сагентом НКВД И я бы пел Перед фашистами Додавая Какие-нибудь Полезные данные Сведения Для своих начальников разведки Я бы был разведчиком Если бы была такая ситуация Скорее Вы хотели быть разведчиком В детстве Не мечтали Кстати Конечно А кто не хотел Все хотели быть Потому что как раз Когда я был маленький Были все эти фильмы Про мертвый сезон Про прочие Всякие разные И где-то Да Где-то лет До 12 До 13 Я мечтал быть Либо разведчиком Либо Ну уж короче Быть каким-то Каким-то спасителем Коловейства В общем Каким тогда Возможно было Себе представить Это в советское время А сегодня Многие как раз Ну с одной стороны Кто-то говорит о том Что хорошо Что президент России Выходит из структур КГБ Другие наоборот Считают Что чекисту власти Это не очень хорошо Вот как вы оцениваете Кстати этих людей Выходцев из Спецслужб Которые сейчас Власти в России Ну это да Дело в том Что конечно же Военные люди Не должны быть У власти сами Они должны исполнять Приказы Прежде всего Конечно Политики должны быть У власти Гражданские люди Ученые Ну Получилось так Как получилось И в общем Что с этим поделаешь Я желаю только Ума Как можно больше Ума отрезанного Любым начальникам Чтобы они все-таки В здравом смысле Принимали свои решения А не просто Эмоциональные Или Сами понимаете Сложно сказать Мы Я не понимаю До конца Устроена структура власти Все равно Но вы были доверенным лицом И Собянина И Путина Несмотря на то Власть вас разочаровывает Российская Ну как Она в чем-то разочаровывает В чем-то и нет Все очень идет По-разному На самом деле Потому что Жизнь Я вам скажу У нас в России Ну Несравненно Свободнее И больше Возможностей У людей Нежели это было В Советском Союзе Конечно Это просто Несравнимая вещь Вот Ну конечно Могло бы быть лучше Поскольку мы выехали За рубеж Мы видим примеры Стран развитых Там где у них Не было Прерыва Там Право собственности Не прерывалось Понимаете Как у нас В 2017 году Отменили собственность И прочее И мы сейчас Возвращаемся К капиталистическим Отношениям И это все Очень болезненные Процессы Естественно Сами понимаете Собственность Это самое главное Право собственности Право человека Это вот Две основные Как бы Две Два основных Показателя Любополучной жизни Развития Еще звонок У нас Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Я не с меня зовут Да Слушай вас Помогите Ответите на вопрос Пожалуйста Был в Москве На Новый год На празднике Пару Пару дней Получилось Так побыть Просто в восторге Первый раз Я был Восторг Воехал С открытым ртом От масштабов От города От всего Какое движение Ну много могу рассказывать От чего я там был В шоке Ну Мне правда Все понравилось Вот Москва Ну супер город И взять Тот же самый Саратовский область Был Смотрели мультик Наверное Маша и Медведи Вот Скорая помощь Скорая помощь Где волк ездит Вот такая вот Скорая помощь Ездит в Саратове Еще Да я видел Вот это вот Как бы Москва Это все Спасибо Путину И Собянину Благодаря Вот так все круто И так же Само виновата В Саратове То что есть Такая скорая помощь Тоже как бы Из-за него И запутан Я думаю Это Это Как раз Издержки Да нет Ну безусловно При Сергее Собянине Москва Да Сергей Владимирович Вы снова пропали От нас Ну Я здесь Здесь Я здесь Вот сейчас Я вернусь Я вас слышу Да Да нет Когда Собянин Стал мэром Города Я вам скажу Что конечно Изменения Фантастические Внешние Здесь происходит Вот И вроде Пенсии тоже Он наладил От Москвы Все Потому что там Были убраны Какие-то Добавки Мне трудно Судить Но на мой взгляд Конечно Центр федеральный Слишком много Средств Собирает Из регионов Конечно Я думаю Что эти вопросы Решают Много проблем Просто Мне трудно Говорить Почему Ну регионы Да Регионы Развиваются Значительно Медленнее У нас Но для вас Это болезненная История Вы ведь Так же часто Гастролируете Ну конечно Мне очень хочется Чтобы где было Так в Москве Понимаете Такая и была мечта А когда С 90-х годов Началась Свободная история И когда В общем Незаконные Какие-то действия Были экономические По стране Москва была превращена Практически В какой-то Восточный базар Реально При Лурхове Это было очень противно Все было кругом Заставлено Этими какими-то Антисанитарными Торговыми точками Просто вся Москва Была такая Вся Это было отвратительно Просто Ну и незаконные застройки И сколько сейчас стоит Огромных зданий Которые прям Гигантские Большие Торговые центры И они оказывается Стоят незаконно Люди их ставили При Лужкове Вез какие-то взятки И прочее Конечно Сергей Семенович Огромный порядок В нашем городе А то что творится У них там Внутри Конечно Об этом никто не знает И я не знаю Судить об этом не могу Вот пример Лужкова Это пример того Что казалось бы Безальтернативный Лидер может уйти О нем быстро Все забудут Когда говорят О Владимире Путине Часто говорят о том Что ему нет Альтернативы Вот как вы считаете Насколько Альтернативы всегда есть Такие разговоры Нет 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 Альтернативы В связи них Наверное Ребят Которые в власти Находятся Трудно сказать Потому что Ну я думаю Что ему конечно Нелегко Вообще Справляться С этим Со всей своей С этой командой Большой Которая у него Это очень сложно Я не могу Об этом ничего сказать Ну серьезно Я не знаком с ними Лично Не знаю Качество этих людей Но что я могу сказать Сегодня рок-музыка Несет протестный элемент Потому что мы помним Цоя Который пел Перемен Требует Наши сердца Это был такой Гимн перестройки Но вот Сегодня рок-музыка Она какую функцию Выполняет В России Такую же Как всегда Она развлекает И пожалуйста Андрей Макаревич И Борис Гребенчев Выступают С социальными Протестами В песнях своих Критикуют Сатиру Показывают Да многие Очень музыканты Она Она очень многограммна Да Появилась Так сказать Текстовая Ну как сказать Музыка Не музыка Рэп Так сказать Культура рэпа Там конечно Основное Значение Имеют слова И соответственно Там наверняка Много социального Должно быть Просто Не может не быть У нас тоже были Социальные песни Но мы просто Не поем У нас Фамилия Анатолий Борисович Чубайса Употреблена Ну там Сталин Ленин Понятно Вот В песнях А так Мы вообще У нас много Социальных В песне Надо посмотреть Смотреть В песне Конечно Но не стала ли Музыка Сегодня Определенным Инструментом В том числе В идеологическом Противостоянии Она всегда была Была есть И будет Просто ее В большей Или в меньшей Степени Используют И насколько Талантлива Просто музыка Это такая вещь Но этим можно Просто бесталанно Использовать ее В плачевстве Пропаганды И будет бесполезно Все Вы вспомните Как Советский Союз Занимался пропагандой Какие Когда собирались Построить Коммунизм Во всем мире И когда В общем готовили И когда Сбой пошлет Товарищ Сталин Все это 30-е Конец 30-х годов Какое количество Гигантских Причем красивых Хороших песен Просто чему они служили Это другое дело Да Но песни были потрясающие Музыка была очень Качественная Но это была Мега пропаганда Понимаете Вот Ну вот недавно Как раз Рэпер Сегодня у наших Артистов Которые при власти Там пытаются Что-то патриотичное Пока никаких Красивых песен Не создано В этом направлении Ну вот как раз Недавно Рэпер в Тимоти и Гуф За песню о Москве Где были такие строчки Хлопну бургер За здоровье Собянина Не хожу на митинги Не втираю дичь Что касается Как раз Московских протестов Довольно такая Болезненная история Которую они Высветили Их заклеймили И захейтили После этого Они удалили клип Вот вы за этой историей Следили Насколько Как вы вас оцениваете Нет Я пропустил Как ты мимо ее Честно Простите Но вы ведь Сотрудничали с Black Star У нас есть У нас есть прекрасный Я знаю конечно И Тимоти знаю Хорошо Я участвовал Даже в клипе у него Но я просто пропустил Это мимо Серьезно У меня сейчас Серьезная работа Мы заканчиваем Ставая Ну то есть У меня просто Нет времени Не телевидение Радио Так Слышка Перед выходом из дома И перед сном Что-то такое Залетает в уши И глаза А так в целом Я в своем пространстве Нахожусь И буду скоро радовать С новыми Нашими Произведениями Записанными Мне кажется Это важнее всего Ну вот много Приходится слышать О том что говорят Что рок-н-ролл Мертв А мы еще нет И что золотое время Рока Пришлось на 70-е 60-е 70-е Частично на 80-е Годы Сегодня Рок-н-ролл Мертв Как вы считаете? Нет конечно Рок-н-ролл жив Как и Моцарт Жив Как и Битховен Жив Это такая же музыка Она просто уходит в историю И остается просто Ну меньше поклонников У нее Старой музыки Появляется новая музыка Новая жизнь Это все трансформируется Мархирует Развивается Нет Рок-н-ролл жив Во-первых Во-первых Рок-н-ролл чем он Больше всего Мне вот например Приятен За что я его больше всего люблю За За музыцирование Ну как бы вот За За волну звуковую Потому что Не важно Старая музыка Или новая Когда вы приходите на концерт И вас накрывают волной Артисты Вот этой звуковой Со смыслом Еще Каким-то еще Хорошо То это большое удовольствие Ну вот А зарубежной музыки Многие Россияне Да и вообще люди На постсоветском пространстве Наверное Приводят пример Часто западных артистов Говорят о том Что музыка у них лучше Что они имеют Наверное Верное качество Аудиозаписи Там не знаю Какую-то музыкальную По-разному Очень по-разному Да И у нас очень много Хорошей музыки И давно мы уже Научились записывать Хорошо И взаимодействием Со всеми ведущими Продюсерами Западом Все это у нас Давно уже Вообще не является проблемой Проблема в качестве Самой песни Хит Не хит Вот понимаете Нравится Не нравится Это другое дело А вот записать Саранжировать У нас это все Уже научились Сделать очень хорошо Кстати в Риге У вас тоже Хорошая студия есть Я знаю Даже Логутенко Там писал Один из своих альбомов И клипы записывал В том числе И записано прекрасно Послушайте Не хуже Чем Оазис И всякие Вот вы сейчас сказали Хит не хит Ну вот Насколько Это субъективная Все-таки история Восприятие Оценки Того или иного хита Например У Юрия Лазы Есть книга Даже такое пособие Как написать хит И многие Довольно комично относятся К тому Что он рекомендует Ну почему комично Во-первых У Лазы У него есть хиты У него Есть хиты Девочка сегодня в баре Это вообще один из первых Рокерольных хитов Наших советских Потом Ну и мой плод Безусловно Эта песня Такая Достаточно Яркая Ну не знаю Пусть почитают Юрия Лазу Мне кажется Что написать хит Это Это случайные Попадания Слышите Так вот сесть Я сейчас сделаю Тебе хит Это все Разговор То есть такого Литературного конструктора Как у Остапа Бендера В Золотом Теленке Нет Да Конечно Дело в том Что хитовые песни По прибыльности Вот например Если в мировую практику Взять это Больше чем Супержеторан Вы бы имели То есть она Разлетает В миру И приносит вам доходы И это очень сложно И конечно Все хотят это сделать Но К сожалению Юрий Лаза знает Как писать хиты Но больше не написал Ни одного Понимаете Хотя у него нет Собственного самолета И я не отказался бы От квартиры 200 метров На Малой Бронной Никто бы Понимаете То есть Разговоры Да Идут Но хитов нет Юрий Лаза был В эфире нашей программы Он говорил Что его выбросили Из обоймы Не приглашают На телевидение И так далее Игнорируют Никакой обоймы Не существует Поверьте мне Это все Полный бред Я могу сказать Что меня выбросили Из обоймы Мы просто постарились Юлием Лазой Нам уже почти 60 лет Даже больше Некоторым Вот Естественно Ну надо Давать себя с честом Что молодые Процветающие Артисты 25-летние 20-летние Они просто приятнее На них смотреть Они веселее Задорнее И прочее Всякое разное Ну вот про российскую сраду Ведь говорят о том Что как раз Там те же лица Что 20-30 лет назад И что это Такое достаточно Ну консервативное Общество И не особо Туда пускают Вот Не согласны с этим Да ну Знаешь По-первых Кому Ну и Потому что Например Спокойно Охожусь Я бываю иногда В мире Специальных каналов Специалисты Туда лезть Понимаете Не существует же Музыкального шоу Какого-то Куда хочется Повести Такого Где со своей музыкой Можно высказать Поэтому там У нас и нет А в шоу Голос Я могу подать заявку Там 60 плюс Вот мне исполнилось 60 лет Я пойду На 60 плюс Могу проучаствовать Юрий Лаза Тоже может подать заявку И паратипов Сейчас Просто для этого Надо действовать Хотеть Ходить на телевидение А никто никого Никуда не зовет Никогда Надо свою собственную Судьбу Устроить самому Точно так же И по телевидению Пока Когда Юрий Лаза Был единственной Группой Примус И девочка Сегодня в баре Во всех углов Эта песня Звучала Конечно Его хотели везде Просто тогда Не было таких Программ телевизионных Куда пригласить Но все везде И когда у меня Появились хиты Тоже нас везде Все хотели Понимаете Ну сейчас Новые люди Проявились С новыми хитами Их хотят А все Что касается Телевизионной компании Первого канала Ну это я просто Не могу никак обсуждать Поскольку я не в курсе Их задач Просто Зачем они все это делают Ну кстати Юрий Лаза Сейчас во многом В СМИ фигурирует Как аналитик Вот как вы К такой трансформации Относитесь Прекрасно Прекрасно Аналитический Прекрасно Если не получается Все хорошо Насколько вообще Артист Может брать на себя Роль вот такого Оратора Скажем так Влиять Каким образом На умы Я думаю Брать на себя Может любой Осмелиться Да Но получаться будет У того Кто больше образован Кто лучше воспитан Это не зависит От артиста Человек или не артист Если у человека Есть знания Жизни Образование Какое-то Если у него хорошая речь То его будет приятно Слушать Ну вот Ваша цитата О Гитлере И Сталине Которая была произнесена Как раз в эфире Нашей радиостанции Год назад И была она даже Ну растиражирована Просто Ну у нас она прошла Тихонечко А меня здесь Знаете Паили Облили говном Каким В России Ну потому что Люди же не читают Книгу Из контекста Все вырвано Гитлер выиграл Войну Которую Сталин Хотел Гитлер выиграл Сталинскую войну Понимаете Он опередил его На несколько недель С ударом Вот что я имел ввиду То есть Не получилось С мировой революцией То что Сталин 4 июля Сказал Просрали мы Мировую революцию Дело Ленина Разберите Двое советов Которые должны были Принимать Новую республику Советского союза Понимаете Когда Сергей Вероныч Киров Говорил Эх Выйти вот так Утром Посмотреть бы На широкие Советские республики В сорок Вот хорошо это было Понимаете Вот эту войну Сталин проиграл Гитлеру А Великую Отечественную Выиграл Вместе с американцами И англичанами Французами Это понятно Просто Из контекста Врывают люди Слова Но это ваше высказывание Оно отстранило Ваших поклонников От творчества Нет конечно Или наоборот Привлекло Нет Еще как привлекло Конечно То есть Это такой вот Ну нет Потому что Это исторический факт Мы же не обсуждаем С вами мифы К которыми мы живем Люди которые Увлекаются историей Это к мифам К мифологии Не имеет никакого отношения Только фамилии совпадают А реальные события Были совершенно другое Векторы были другие Другие совсем Вы вспомните Герб Советского Союза Вспомните Что Во-первых Вот Коминтерны Мы стремились Построить коммунизм Коммунистическую Коммунизм Весь Весь глобус был Красного цвета Помните Все континенты Красный И голубой океан Вот Должна Пролетая Мировая революция Это было фундаментом Всех действий Сталина Знаете Индустриализации Именно селым путем Почитайте Марка Солонина Почитайте Виктора Суворова Дольфима Антонией Вивор Об этом уже Все давным-давно Написано Рассказано И просто Кому интересно Тот понимает Кто хочет понимать Да У нас прервалось Соединение Мы сейчас Перезвоним Сергей Мазаев С нами сегодня На прямой связи Из Москвы 612-193-9 И 612-13-193-9 Телефоны Прямого эфира В нашей студии Звоните нам И пишите Да Сергей Мазаев Снова вернулся к нам Да Я здесь Видите Темы для интернета Не очень видно У нас звонок Нет Чего там страшного Нет Мы победили Мы выиграли Мы освободили Свою страну Вот Но потом К сожалению Ну Сам понимаете Все что было То было Сейчас этого ничего нет И к этому возраста Быть не может никакого А мракобесия Везде осталось Очень много И вообще По поводу языка Русского И все на свете Я считаю Что это полный бред Конечно Ну Всем захотелось Стать фирмачами Иностранцами Я просто помню это Но пример надо брать Мне кажется Вот с наших соседей Со шведов С фирмами У них взаимное Прикновение Прикновение населения 10% То есть И там Живут по 10% Финов Швеции И шведов Финляндии Но у них Оба Их языка Являются государственными Вот и все Проблема снята Вы чувствуете Что русский язык Становится Ну скажем так Заложником Вся этой геополитической Истории Что к нему Уже возникают Претензии У других Нет нет Это глупость Полная Никакой претензии К языку Быть не может Язык Это инструмент Которого люди Выражают свои мысли Вот к людям Претензии Пожалуйста Противляйся Как языку Какие могут Претензии Сами подумать Еще звонок Здравствуйте Как вас зовут Извините Маленькая реплика Вот вы сказали Суворов Надо читать Суворов Резин Предатель Вот вы его читаете Поэтому у вас Взгляды такие А я например Читаю других Историков Ну вы прочитаете Но я хотел бы спросить У вас Кого он предал Скажите Я видел Интервью 99го года Когда он вместе С генералами ГРУ Был на телемосту И он спросил Расскажите мне Вот вы меня приговорили К смерти Кого я предал Какие явки Были поварены Какие операции Он никого не предал Не был никогда предателем Калугин Сейчас в Америке Работает кондуктором На трамвае Кого он предал Генерал О чем вы говорите Я не понимаю Он упомянул уже Калугина Я просто понимаю О чем вы говорите Отключился наш Скрипаль предатель Я понимаю Скрипаль был предателем Он провалил наших разведчиков Ну понимаете Ну как бы Российских Предатели Это люди Которые предают Предают А Суворов Убирал для того Чтобы опубликовать книгу Ледоков Это была его основная цель И к нему сегодня Никаких претензий Уже и нет Что он Никакой не предатель Вранье все Он историк обычный Он говорит Что подвиг Он Не существует Не работая В этом Ну почитайте Марка Солонина Очень хорошо Определил его Подвиг Что у Марка Солонина Уже была возможность С 88 по 90 Какой-то год Все-таки В архивах посидеть Мощно И все это дело Реально По документам А Суворов Все это Аналитическим образом Вычислил Понимаете И достаточно Он гениальный человек Ну что ж Спасибо вам Что нашли время И вышли в программу Абонент доступен Наше время К сожалению Подошло к концу Сергей Мазаев Лидер группы Моральный кодекс Был гостем Нашей программы Сегодня Всего доброго И до свидания До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok